Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дробь 3. Самые заметные темы и события среды 24 сентября в программе «Наше время» в студии Мереке Ульманов. Здравствуйте! Прикрыться известностью партии больше не получится. Депутаты Законодательного собрания области открыли осеннюю сессию. На заседании парламентарии изменили избирательную систему. Нельзя сегодня позволять на местном уровне кому-либо прятаться за партийным брендом. Как к нововведению отнеслись оппозиционеры. Большое плавание снова откладывается. В Оренбурге два года строится аквапарк «Тортуга». И каждый раз сроки открытия развлекательного комплекса сдвигаются. Две горки, которые будут стартовать с отметки 20 метров. Одна горка будет, на которой можно будет кататься четвером. Сегодня застройщики назвали новый срок, когда «Тортуга» распахнет свои двери для оренбуржцев. 2-1 в нашу пользу. Оренбургский газовик обыграл сегодня грозненский терек, заработав себе тем самым место в 1-8 финала Кубка России. И флаг Оренбургской области зареял над Эльбрусом. Каждый метр дается с трудом. Там нет понятия «шаг» или «бежать». Там идешь как гусиным шагом. Накануне Дня альпинизма наши земляки рассказали, как покоряли самую высокую вершину России. Спасти за считанные минуты. Сотрудники уголовного розыска и следственного комитета совместно с бойцами СОБРа освободили похищенного человека. Все произошло в Оренбурге на улице Центральной около 6 часов вечера. Пятеро молодых людей, жителей города Оренбурга, подъехали на автомобиле к жителю города Оренбурга 25 лет. Насильно с применением оружия поместили его в автомобиль и стали предпринять попытку увезти его в неизвестное направление. Похищение произошло на глазах у оперативников. Оказалось, мужчина подозревал о намерениях преступников и еще летом написал заявление в полицию. По его словам, неизвестные требовали переоформить трехкомнатную квартиру на другого собственника. В противном случае угрожали похитить. В результате правоохранители несколько месяцев обеспечивали Оренбуржцу личную безопасность. В настоящий момент все злоумышленники задержаны, на них заведено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. За похищение человека каждому грозит по 15 лет тюрьмы. К другим темам. Сегодня прошло первое послелетних каникул заседание областного законодательного собрания. Начали встречу парламентарии с новых назначений. Пост председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти занял Александр Кунеловский. Прежнего руководителя, лидера фракции КПРФ Владимира Новикова решено было сместить. По словам членов комитета, во время предвыборной агитации на выборах губернатора Оренбуржия, Главный коммунист области предлагал идти на избирательные участки и рвать бюллетени. Ни во время агитации, ни во время каких-то публичных выступлений переходить какую-то красную линию председателю комитета законодательного собрания по местному самоуправлению и органу государственной власти недопустимо вообще-то. На сегодняшнем заседании представители оппозиционных партий, как и полагается, в решении попытались оспорить. Но большинство депутатов все-таки решили Новикова с поста снять. Еще одним важным политическим решением, принятым сегодня на законодательном собрании, стало изменение избирательной системы. Депутатов, выбранных по партийным спискам, станет меньше. Что это значит? Если раньше половина депутатов попадала в ЗАГСО под партией, то теперь приоритет будет отдан одномандатникам. В сельских же территориях партийных списков не будет вообще. Разработчики законопроекта посчитали, что избиратели должны знать своих депутатов в лицо. Пока же некоторые народные избранники побеждают на выборах, ничего не делая, а прикрываясь известностью своих партий. Оппозиционные депутаты посчитали этот закон несправедливым. Тему продолжит Юрий Мишенин. Нельзя сегодня позволять на местном уровне кому-либо прятаться за партийным брендом. Особенно если этот бренд от качества на федеральном уровне. Сильная партия теперь не помощник. Выборов по партийным спискам в городские и сельские советы больше не будет. Совсем. Изменили и систему формирования законодательного собрания. Теперь у одномандатников будет 35 кресел из 47. И только 12 займут депутаты, выбранные по партийным спискам. Столь кардинальные изменения законодательства продиктованы временем. Разработчики проекта говорят, избиратели хотят знать, за кого они голосуют. Знать, с кого потом спросить. Люди хотят видеть персонально депутата, который отвечает за их район, который избран ими персонально. Они хотят глаза в глаза с ним разговаривать. Депутаты от оппозиционных партий против нововведений. Они считают, что все эти изменения на руку единой России. Да и одномандатник не всегда будет работать на местах. Ведь голоса можно попросту купить. Кандидат, обладающий большим финансовым ресурсом, сделав несколько, так сказать, показательных добрых дел, имеет гораздо больше шансов выиграть в этом округе. К сожалению, такова реальность, что избиратель именно покупается на такие моменты. Оппоненты не согласны. На выборах, да, обещать можно много, но потом эти обещания все-таки придется выполнять. На персональной встрече люди обязательно спросят. Задать ему вопросы, как он работал, что наделал, по его делам походить, потрогать за эти дела. И при чем тут деньги? Вот скажите, деньги сиюминутные, а жизнеуклад – это длительностью времени и работой тех кандидатов делает. Нужны действующие депутаты, а не те, кто избрался под громким именем партии и ничего потом не делает. Пример – Государственная Дума. Скажите, пожалуйста, сколько раз-то депутат Госдумы от КПРФ был в Оренбургской области, где уже два САЗЭВа подряд избирается? Предложили оставить пропорциональную систему выборов депутатов только в городском совете Оренбурга. Мол, это столица, люди здесь политически подкованные и смогут разобраться в кандидатах. Опять обида. А кто вам интересно дал такое право, да, сказать, что вот в Оренбурге наиболее политически активное население. А вы знаете, в Творске, я бы сказал, не менее активно, или в Бузулуке. Вы из какого перепугу-то так решаете, делите людей? Спорили долго, но решение принимать нужно. В итоге предложение об изменении избирательной системы большинством голосов поддержали. Так что уже на следующих выборах в законодательное собрание, в городские и сельские советы, депутаты будут каждый за себя. Ну и отвечать потом придется лично. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Политологи считают, что изменение в избирательной системе станет более понятно избирателям. Отныне кандидатам придется самим зарабатывать себе авторитет, а не прикрываться громким именем партии. Мы не можем повлиять на партийный список, но мы можем повлиять на любого кандидата на одномандатном округе. Избрав или не избрав его. Оппозиция заранее начинает, как Кассандра, рвать на себе голову и говорить о том, что никаких шансов нет. Такая позиция позволяет признать, что и оппозиции у нас нет. Коль нет таких людей, за которых население на уровне районных советов, сельских там поселений готово голосовать, работать. И у детей войны появился реальный шанс на социальную поддержку. На заседании ЗАГСОБа этот вопрос был единодушно поддержан всеми фракциями и принят в первом чтении. Напомню, что к детям войны приравнивают тех, кому в период с 22 июня 41 по 2 сентября 45-го годов не было 18 лет. Если закон примут, то данная категория оренбуржцев получит возможность получать ежемесячные социальные выплаты и другие льготы. Ставим на голосование. Примейте данный законопроект о первом чтении. Примейте данный законопроект о первом чтении. еще в прошлом году. Но нормативная база так и не была разработана. Поэтому большинство оренбуржских школ не тестируют учеников. И все проходит пока в рамках эксперимента или инициативы на местах. Областные парламентарии обратились в Минздрав страны с просьбой принять понятный норматив по тестированию на наркотики. Между тем, наш корреспондент Виталий Сапожников сегодня выяснил, какие первые шаги по тестированию подростков в Оренбурге уже сделаны. Лихие и безбашенные 90-е, когда все было можно и доступно, вроде бы позади. Но проблема подростковой наркомании менее актуальной не стала. Начинающим искателям искусственных наслаждений помогает интернет. А если сети под рукой нет, всегда найдутся добрые люди, которые вложат в руку самокрутку. Со школьниками все и вовсе просто. Хорошо, если просто обожжется, поймет, что не его и прекратит. А если второй раз, третий раз, четвертого раза уже не будет. Будет болезнь и будет уже пятый, десятый, двадцатый раз. Закон о тестировании учеников в школах приняли в прошлом году. Инициатива однозначно благая. Специальные тестирования и лабораторные исследования помогут получить важную, а главное своевременную информацию и мгновенно принять меры. При правильном проведении вот такого психологического анкетирования, скажем, обследования, профилактического осмотра, ребенка можно составить себе заключение. Предрасположен он к вовлечению в этот очень тяжелый процесс. Принимает ли он, возможно, какие-то препараты. Либо он защищен гарантированно своей моральной установкой, состоянием своей психики. В Оренбургской гимназии номер 8 наркотическое тестирование провели в январе этого года. В исследовании приняли участие старшеклассники, причем исключительно добровольно и с согласия родителей. Удивительно, но приняли эту идею положительно. Почему удивительно? Ну, наверное, все-таки всякое новое мы воспринимаем с неким опасением. Вот как выяснилось, это было интересно и детям, и их родителям, потому что детям даже понравилась эта идея. Идея тестирования хорошая, но вот порядок ее проведения еще предстоит доработать, о чем мы попросили оренбургские депутаты и федеральное министерство. Нужен внятный перечень специалистов-медиков и понятный порядок проведения тестов, которые смогут осуществлять в каждой школе. Виталий Сапожников, Владимир Семенов, Вадим Нечаев. Наше время. Полицейские разыскивают сбежавшего пациента психиатрического интерната. 12 июня Виктор Кульчицкий самовольно покинул учреждение, которое находится в селе Заживное и Лекского района. По сведениям оперативников, больной мужчина сейчас находится в Оренбурге. Из-за серьезного заболевания он представляет опасность для общества. Примета мужчины на вид 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые. На голове шрам в форме английской буквы «С». Был одет в джинсовый костюм синего цвета, бежевую футболку, а также кроссовки светло-серого цвета. Тем, кому известно его местонахождение, полицейские просят сообщать по телефону, который указан на экранах. Другим темам. Когда ремонт не на пользу, а во вред, прокуратура требует прекратить реставрацию памятника государственного значения в Оренбурге. Речь идет об усадьбе Городистского, расположенного на Ленинской, 22. Зданию больше 100 лет, и оно имеет историческую, архитектурную и художественно-декоративную ценность. Поговаривают даже, что из усадьбы на соседнюю улицу Пушкинскую ведет подземный тоннель. Сейчас вся эта обетшалая роскошь принадлежит русскому географическому обществу. Оно-то и подошло к реставрации объекта спустя рукава. Работы на данном объекте проводились организацией, не имеющей лицензию на производство ремонтно-восстановительных работ. Также было установлено, что предварительная оценка и экспертное заключение, которое было дано о необходимости проведения работ на данном объекте, были также рассмотрены и даны организацией, также не имеющие права на выдачу экспертного заключения. Кроме того, к ремонту памятника активно привлекали осужденных, не имея при этом разрешения на проведение работ по сохранению культурного наследия. По требованию прокуратуры, реставрация усадьбы прекращена, а материалы проверки направлены в полицию. Не исключено, что такое вольное обращение с памятником аукнется горе-реставратором уголовным наказанием. Тартуга еще не готова к испытанию водой. Долгожданный аквапарк в Оренбурге снова не откроет к сроку. Напомню, иметь в областном центре свою водную феерию – давняя мечта городоначальников. Вначале его планировали построить на улице Новой и назвать Лимпопо. Но дальше первого камня стройка так и не сдвинулась. В 2012 году заговорили о строительстве аквапарка Тартуга в торгово-развлекательном комплексе Кит. Сегодня глава города Юрий Мещеряков с инспекцией приехал на стройплощадку. Наши корреспонденты тоже засобирались в аквапарк. Оренбургские любители водных развлечений ждут открытия своего аквапарка уже давно. Вначале ждали к апрелю этого года, потом к июню, позже к октябрю. Но уже ясно – жирафика можно сдувать. Этой осенью здесь поплескаться точно не получится. А как хочется! Ведь уже два года глаза мозолят рекламные ролики и даже мини-фильмы. В 3D-варианте Тартуга представляется буквально водной феерией – бассейны, водопады, реки и, конечно, горки. Две горки, которые будут стартовать с отметки 20 метров. Одна горка будет, на которой можно будет кататься четвером на кругах, на лодках так называемых. И одна горка будет уникальной, она будет с так называемым вертикальным стартом. То есть это так называемое свободное падение. Ты встаешь, на старт, к тебе открывается дно и падаешь вниз. Слово «будут» уже изрядно надоело, но пока только его и можно услышать. Говорят, комплектующие уже завезли на стройплощадку, но пока даже главе города предлагают, глядя на бетонные перекрытия, включить воображение. Он оттуда, с того места. Горка начинается внутри, выезжает человек наружу в горку, едет по улице и потом возвращается опять в бассейн. Зимой-то вернется? Я спрашиваю, да, говорят, в Казани такой же, точно аквапарк, все работает. А ведь уже давно здесь должна плескаться вода. Но застройщик, компания частная, строит на свои кровные, поэтому поторопить его некому. Тем более, что сдачу аквапарка отложили по объективным причинам. Генеральный подрядчик наш первый, он оказался несостоятельным, он не смог выполнить свои обязательства по заключенному договору, и мы были вынуждены с ним договор подряда расторгнуть. Впоследствии был заключен договор на строительство завершения с компанией «Листпромстрой». Теперь называют уже новые сроки, но в четвертый раз, наученные горьким опытом, инвесторы не спешат конкретизировать. Говорят все больше общими фразами. Полное завершение срока строительства. Вот я сейчас сказать не смогу, но мы планируем это сделать в втором квартале 2015 года. В торговой площади Кита обустраивают куда быстрее, чем аквапарк. Где-то уже вешают вывески, где-то даже расставляют витрины. Впрочем, горожанам предлагают не расстраиваться. Если и когда Тартугу отстроят, она станет одним из лучших аквапарков в стране. Меня уверяют, что он будет несколько лучше, чем в Самаре. Не знаю, есть ли в Уфе там аквапарк. Будем ориентироваться, мы же в Самару все ездили, ну а теперь пусть Самара к нам приезжает. Елена Кузнецова, Дмитрий Журавлев. Наше время. В Оренбурге построят храм Петра и Февронии. Расположится он на пересечении улиц Диагностики и Монтажников. Сегодня перед началом строительства митрополит Валентин провел молебен. Господа, помолимся! По сути, новый храм станет православным семейным центром, где можно будет просто провести время, окрестить ребенка и очиститься душой. Место строительства выбрано не случайно. Новый микрорайон «Звездный» активно развивается и в будущем станет одним из самых больших в городе. Микрорайон действительно новый, молодой микрорайон. Где-то 85% живут молодых семей. И вот действительно вот этот храм, Петра и Феврония, это семейный храм, который просто нужен здесь, необходим для того, чтобы люди молодые приходили, общались с детишками, играли. Строительство храма Петра и Февронии начнется в самое ближайшее время. Уже в этом году заложат фундамент. Также известно, что новый храм будет выполнен из дерева. Покорить вершину, чтобы прославить родную землю. Над Эльбрусом, пусть даже на некоторое время, заолел флаг Оренбургской области. На самую высокую точку России его водрузили наши упорные и отчаянные земляки. Им пусть и не без боя, но сдались восточная и западная высоты потухшего вулкана. Сколько сил потратили альпинисты, чтобы одолеть легендарный Эльбрус, чему научились и что приобрели в пути. Своими впечатлениями спустившиеся с гор охотно поделились с Екатериной Киселевой. Это на земле метр можно прыжком одолеть, но когда под тобой их больше пяти тысяч, без боя не сдаются даже миллиметры. Там каждый метр дается с трудом, то есть там нет понятия шаг или бежать, то есть там идешь как гусиным шагом, шаг сделал, сдох, отдыхаешь. Каждый шаг именно получается не то, что метр, а именно пропасть. И постоянно идет борьба с собой. Ты идешь с одной этой мыслью, зайти туда. После каждых пять шагов впадали на снег, трудно было дышать. Легендарный Эльбрус наши земляки штурмовали этим летом. Одни замахнулись на западную его вершину, другие на восточную. К подножью самой высокой точки России всех этих смельчаков привели разные причины. Это преодоление себя, то есть это чувство локтя, чувство товариства, с кем ты идешь. А сможешь ли ты, сможешь ли ты физически, психологически, потому что у тебя нет ни связи, ни ничего, ни еды нормальной, то есть питаешься на сухопайках. У меня в июне умер отец, и я посвятил восхождение ему. Мечта была просто посмотреть на, как бы сверху, с Эльбруса на мир вокруг. Сам подвиг занял почти пять часов, а вот подготовка к нему целых пять суток. Седовласый мудрый Эльбрус не сдавался без боя. Он испытывал упорных и бесстрашных и грозами, снежными бурями и штормовыми ветрами. Из-за его капризов старт у обеих групп откладывали, но тем слаще была победа там, на самом верху, выше птиц, над облаками. Эльбрус, он может пустить, а может не пустить. То есть здесь нельзя сказать, что мы зашли. Он нас пустил туда, это величие. То есть когда ощущаешь себя просто частичкой маленькой, которую допустили там постоять, а потом спуститься назад. Все обнимаются. Ну, я не думаю, что кто-то это стыдится, обязательно проскочит слеза. Ну, самооценка повышается. Чувствуешь себя, что ты можешь. Ну, когда там стоишь и смотришь в облака, вот они внизу, они как подушка лежат, как матрас. Их можно щупать, трогать. И ощущение, как хочется прыгнуть туда. Не верится. И чувствуешь себя таким маленьким, маленьким богом. Что ты стоишь наверху, вот над жизнью. Где-то проблемы, где-то жизнь внизу. А когда опьянение от победы чуть отпустило, когда покорители вершин вспомнили, что они все же не боги, а оренбуржцы, наши земляки, передали родному краю такой вот фотопривет. Это как раз момент, когда мы на вершине, это флаг оренбургской области. Закрепить флаг на века, правда, не получилось. Эльбрусовских ветров ни одно полотно не выдержит. Зато одним флажком на карте оренбургских покорителей вершин стало больше. И уж он-то отсюда точно никуда не денется. Красный флажок после восхождения становится зеленым. Елена Киселева, Вадим Доминов и ПК Ившельбрус. Для программы «Наше время». Теперь о спорте. Сильнейшие в стране. Мужская сборная Оренбургской области по лапте выиграла чемпионат России. Турнир завершился накануне в Анапе. На прошедших соревнованиях наша команда провела семь матчей, в шести из которых отпраздновала победу. Единственное поражение оренбуржцы потерпели в поединке с омской сборной, что, впрочем, не помешало нашим лаптистам завоевать золотые медали российского первенства. О том, что еще интересного произошло в мире спорта, знает наш постоянный обозреватель Сергей Тыщенко. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Дальше идут сильнейшие в Кубке России по футболу. Сегодня определились еще 11 участников 1-8 финала. Внимание оренбургских любителей игры номер один естественно было приковано к противостоянию газовика и терека. Матч оренбургского и грозненского коллектива завершился в Ростышах несколько часов назад. Поединок команды начали активно, атаковали и хозяева, и гости размашистого. Только до точных ударов дело до поры до времени не доходило. Первыми цифрами на табло поменяли газовики. Забитым мячом на 15-й минуте отметился Антон Кобелко. Терек восстановил и равенство в счете ровно через такой же промежуток времени. На 31-й минуте грозненцы получили право на пенальти, исполнять который вызвался Ассайте. Реализовать 11-метровый у Исмаила не получилось, зато на добивании голландский легионер Терека был безупречен 1-1. Второй тайм получился менее богатым на события. Забит был всего один мяч, и влетел он к огромной радости Оренбургской торси до ворота гостей. Уже в добавленное время сине-белые заработали пенальти, который четко реализовал Антон Кобелко. В итоге 2-1. Газовик выходит в 1-8 финала Кубка России. Соперники определены. Федерация хоккея с мячом России опубликовала календарь игр первенства страны среди команд высшей лиги сезона 2014-2015. Оренбургский локомотив начнет турнир на выезде. Стартовые матчи российского первенства железнодорожники проведут в Краснотуринске. Там 26 и 27 ноября оренбургцы сыграют с местным Динамо Маяком. Первый матч на своей домашней арене локомотив проведет 10-11 декабря. Соперником красно-белых станет Саратовский универсал. И пока это все новости спорта. До встречи. Сейчас информация от городских электрических сетей. В четверг, 25 сентября, жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. На этих улицах будут вестись плановые ремонтные работы. Перебои со светом возможны и в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, вы видите на экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. И Оренбургские тепловые сети сообщают о том, что с 25 по 27 сентября не будет горячей воды в 23, 24, 25 и 26 микрорайонах города. Телефон горячей линии по теплоснабжению 405-00. И такой была середина недели. Завтра будут другие новости. И о самых интересных и важных расскажут корреспонденты нашего времени. Я же с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и спокойной ночи. Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48 дробь 3.